И кто придумал эту кашу? Кребси, я понимаю. Так, ну что, для Федора завтрак готов. Еще я ему даже чайок приготовил. О, отлично. Без сахара, ребята, полезнее. Так, это мой кофеек. Я уже позавтракал. Занесем Федору за ствол. Так, ну все готово. А где же сам Федор Сергеевич? Неужели до сих пор спит? Хотя неудивительно, лето, каникулы. Но ничего, пойду его разбужу, чтобы голодным не было. Так я и знал. Еще дыхнет. Кроем шторы. Соннышко в комнату приди. Федор Сергеевич, давай просыпайся. Скоро время обеда, а ты еще не завтракал. Ой, как спалось хорошо. Доброе утро, пап. Доброе утро, сынок. Давай, вставай, умывай лицо и спускайся. Я тебе уже завтрак приготовил. Спасибо, еду. А супу я, наверное, после еды почищу. Пап, я готов, где завтра? Ммм, как ты быстро, шустрый. Наверное, проголодался, да? Так вон, у тебя на столе стоит. Папа, а что это? Как что это? Это же каша. Овсяная каша. Она очень полезна для детей с утра. Ребята, и не только для детей, для взрослых тоже. Фу, я ненавижу кашу. Пап, а мне кажется, что я не голоден. Я не хочу кушать. Можно только чай попить? Ну как так, Федор Сергеевич? Ты же целую ночь спал. Организм проголодаться должен был за это время. Для этого завтраки и придуманы, чтобы набраться сил взбодриться и целый день играться. Кажется, я вчера вечером очень плотно покушал. Еще завтракать не хочу, только чай хочу. Ну, если ты чувствуешь, что ты не голоден, хорошо, я не буду тебя заставлять. Попей чай и играйся. Фу, нанесло. Папа, а нужно пойти погулять? Ну, иди погуляй, конечно. Чего тебе летом дома сидеть? Только будь аккуратнее, хорошо? О, хорошо. Хорошо. Что мне сейчас взял фланг, ребята? Только, Федор Сергеевич, не опаздывай. Вернись, пожалуйста, к обеду. Я вкусный суп готовлю. Хорошо, хорошо, папа. На самом деле... Я очень хочу кушать, но только не кашу. А вот, что я хочу. Так, а начну я с наггетсов и картошки в лиф. А то уже живот болит. И кто придумал эту кашу? Кребси, я понимаю. Возьму еще одну кактошину. А все остальное на оберт. Мне этого хватит на целый день. Главное, чтобы папа не заметил. О, Федор, ты вовремя. Давай, мой руки и спускайся. Я тебе сейчас супчик вкусный дам, свежий. Хорошо, папа, сейчас пущу. И пойду посмотрю, что там за суп такой. Ну и компот. О, ты вовремя. Присаживайся, обедай. Компот это хорошо. Странно. Федор Сергеевич, подожди, не выпивай весь компот. Ты же место для супа займешь. Чего суп не кушаешь? Спасибо, папа. Я не хочу кушать. Я только пить хочу. Ничего себе. А тебе ничего не болит? Нет, не болит. Хм, странно. Хотя, может быть, это так жара на тебя влияет. Я тоже в детстве, когда была жарко, кушать не хотел. Только пил. Да-да, папа. Именно так. А ты куда? А спасибо. Хотя бы за компот. А точно, папа. Спасибо большое. Эх, надо было еще пепси купить. Суп тоже мне дам. У меня есть свой суп. Вот мой суп. Бургер я ставлю на ужин. А наггетсы и картошку я сейчас съем. Обожаю кокси. Ой, наелся. А теперь выбрасываем. Пап, на ужин мне можешь ничего не готовить. В смысле? А кто кушать вообще сегодня будет? Ты не завтракал, не обедал. Так, я аж сытый получается. Зачем мне продукту переводить? Хм. Странно это, конечно, все. Да, ребята? Ну ладно. Хорошо. Сегодня без ужина. Отлично. А ужинать я буду своим любимым бургером. Кто-то уже любит булки, вы ставьте лайк. Та- та-а. ichten-п.. Та-мой. О, ставьте лайк. Та-ма. Та-ма. Ой, как живот болит Папа, папа, иди сюда Ты звал Федор Сергеевич? Что случилось? Папа, у меня очень сильно болит живот Так это, наверное, потому что, Федор, ты целый день голодный Ты же ничего не кушал из того, что я готовил Нет, наверное, просто Ага, понятно, ну ладно Значит так, Федор Сергеевич Мы собираемся, едем в больницу и будем делать тебе уколы Папа, какие уколы? Я не хочу уколы Ой, живот у Федор забыли Ну вот видишь, уколы будем ставить тебе в попу, чтобы прошел живот, да? Папа, какие уколы? Я не хочу уколы Я просто не ел, потому что я целый день ел только капсистскую еду Что-что ты делал целый день? Повтори-ка, а то я не расслышал Папа, я целый день только ел KFC Поэтому я не ел твою еду Ага, ну хорошо, что хоть признался Я уже заметил, почему ты не ел мою еду Так вот теперь подумай, почему же тебе заболел живот? Ну, наверное, потому что я целый день ел фастфуд Да-да, Федор Сергеевич, именно так А лучше бы ты ел мою еду Ну, а какой-нибудь бургер я бы тебе купил бы Просто не стоит это есть целый день Да, ребята? Постоянно не надо кушать фастфуд Будет, как у Федора Сергеевича, болеть живот И придется ехать в больницу Папа, без больницы и без уколов никак? Дай-ка подумать Есть, ребята, решение Смотри, Федор Сергеевич Это мы больше не кушаем А тебе я предлагаю пойти поужинать той кашкой От которой ты отказался утром И я думаю, животик сразу пройдет Ну, пошли, попробую Сейчас пойдем Только я ребятам скажу Ребят, фастфуд это может быть и вкусно Но не надо постоянно его кушать Иногда, по праздникам, по особым случаям Поэтому любите домашнюю еду Особенно ту, которую вам готовят родители Они туда вкладывают любовь